В гостях у нас верный друг программы «Хорошее утро», Надежда Железняк, психолог и постоянный автор рубрики «Хороших советов» в нашей программе. Доброе утро! Хорошее утро! Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Поздравляю вас с наступающим праздником! Взаимно! И как раз-таки, если говорить о семье, как изменилось вообще понятие семьи и отношения в 21 веке? Ну, вообще, сейчас ученые постоянно делают какие-то прорывы. Недавно выяснилось, что подростковый возраст продлен до 25 лет. Соответственно, дети не стремятся сейчас покидать родительский дом быстро. Соответственно, и браки заключаем мы гораздо позже. А родители пытаются стремиться выдворить? То есть до 21 года не надо вот это пилить, почему до сих пор не нашла мужа или жену, да? То есть нормально, я еще подросток. Норма – это условная договоренность. Скажем так, это может быть достаточно естественно. Это может быть обоснованной отговоркой. Почему? Я еще подросток. Соответственно, жили долго и счастливо. Раньше это где-то прожили лет 20, ну, потому что медицина была не так активна. То сейчас жили долго и счастливо. Это порой и 70 лет, да, а то и больше, потому что медицина сделала прорыв. Да, в принципе, люди живут дольше и, соответственно, дольше живут в браке. И тогда вопрос, как прожить вместе не 20 лет, а 70, согласитесь, звучит уже совсем по-иному. Как-то даже немножко не верится. И все-таки как? Как прожить в браке достаточно долго? Может быть, стоит завести какие-то традиции? В чем секрет? Ну, вот может быть, повседневно какое-то повседневное поведение? Да, потому что, ну, зачастую разрушают же отношения мелочи. Носки, тюбик с пастой. Да, ложка не в том отделе. Сейчас на болевшем. Да, видео на хлеб не так порезан. Как с этим бороться вот каждый день? Рецепт этот не нов, договариваться и разговаривать о том, что беспокоит. Можно устраивать по выходным какие-нибудь бестелефонные вечера. Помните, как в нашем детстве, когда было веерное отключение электроэнергии, ее вечерком отключали, вся семья садилась, присущалась. И ничего не оставалось иного делать, как друг с другом разговаривать. Да, и может быть, впервые. Вот недавно мне тоже мои клиенты рассказали, когда на сутки отключилось электричество. Они вообще впервые. Они остались без интернета, без лифта, да, если на высоком этаже уже даже никуда не выйдешь. И, слушайте, ну, а то... Хочешь, не хочешь, да, отношения наладишь в семье. То есть, если хотите наладить отношения, можно, знаете, выбить пробки, это, короче, рычажок. То есть нужно, иначе говоря, нужно чаще разговаривать и смотреть элементарно друг в другу в глаза, и что-то в этих глазах видеть и читать. Ну, а если вот порассуждать вообще на тему того, зачем? Зачем человеку нужна семья? Зачем нужен этот институт брак? И сейчас этот вопрос особенно актуален, потому что раньше семья была нужна, потому что иначе было не выжить. Так принято. Помимо того, что так принято, в одиночку было не выжить. И раньше семьи были патриархальные, да, это когда мама, папа, бабушка, дедушка. То сейчас семьи стали, так психологи называют их, нуклеарными. То есть мама, папа, ребенок, да, то есть совсем так... Порой даже ребенок где-то в начале. Порой, да. Поэтому вот вопрос. Полина, вы знаете, кто такой вуй? Так. Наверное, пока нет. Да, а это брат мамы. То есть мы сейчас называем дядя. То есть многие, кто такая сноха сейчас, даже, наверное, вспомнит только... Сама сноха. Да, сама сноха, не молодое поколение. А молодые снохи даже не знают, что они ими являются. Но язык претерпел изменения. Это значит, что изменилась вообще культура семьи. Мы уже далеки от наших родственников. Очень часто с ними не общаемся, несмотря на то, что сейчас... Ну, максимум бабушка, дедушка присутствует. И даже они приходящие. Даже их статус изменился. Возможно, вы задумывались, что мы, возможно, последнее поколение, которое вот таких вот настоящих бабушек и дедушек видели. С платочками. С платочками, да. Слушайте, но ведь часто приводят в пример. Вот раньше, вот раньше, верность и так далее, и тому подобное. И ставят в пример именно предыдущее поколение. Что не так с нашим поколением? Что не так? Может быть, как раз-таки вот в этом дело, что мы стали... Ну, как... Просто другими. Ну, клеиновые. Мы стали, мне кажется, не хуже, не лучше. Просто мы другие, наверное. Да, мы другие, и надо понимать, как с этим справляться. Потому что раньше, даже 30 лет назад, да, муж с женой ушли на завод, утром вместе чай попили максимум, да, и вечером полчаса увиделись. Практически секрет счастливой семейной жизни. Ну, в кавычках. Потому что не было диалога, не было времени на общение. Сейчас очень много фрилансеров. То есть муж и жена зачастую сутками дома. Мне кажется, это вообще герой. И поэтому, как никогда, необходимо договариваться. То есть прояснять отношения. Хочешь, не хочешь, договоришься. Слушайте, ну а как прояснять отношения? Кто вот все-таки главный в семье? Есть какой-то... Кто должен быть главным в семье, чтобы семья была счастливой? Разговаривать, разговаривать, но все-таки последнее слово. За кем должно быть? Это интересный вопрос. Согласен, я потом его и задал. Что он с подвохом. Потому что, конечно, сейчас очень популярно говорить о сотрудничестве, о партнерских браках. И это очень здорово. Но не надо забывать, что у машины только один руль. Да. И это значит, что сейчас в современной семье необходимо быть гибкими. Это значит не установить два руля, и один рулит влево. А что в какой-то момент один садится за руль, а в какой-то другой... Ну, вы представьте, что вы едете из Краснодара в Москву. Так. Вот. Один проехал три часа, до Ростова доехали и говорит, милая, я, в общем, устал. Можешь порулить за меня, я немного отдохну. Ну, или на банкет едет муж, а обратно жена, да? Это тоже наболевшим. То есть это гибкость, это необходимость. Это нормально, да? То есть в какие-то моменты уступать первенство, да, это, и представлять его второму супругу. А как вы относитесь вот к такому понятию, как гражданский брак? Это... Вредно-полезно или как? Или как-то не очень? Если это осознанный выбор взрослых, половозрелых мужчин и женщин, это одна история. Но очень часто гражданский брак – это такой взаимообман, когда девушка считает, что она замужем, а мужчина, допустим, считает, что он свободен. Ну, друзья, в общем, быть замужем, свободным или каким-то еще, я думаю, решать все-таки нашим зрителям. У нас в гостях... Ну, все-таки в преддверии праздника хочется пожелать вам семье, любви и верности. Ближе друг к другу. Увидеть друг друга, общаться друг с другом. Это и другие интервью вы всегда можете пересмотреть на сайте kuban24.tv